Я вот так прихожу, сразу надеваю сухую кофту Курка сохнет, а я в кофте, когда флиска же дышит Как раз вот 5-10 минут ты замерзнуть и успеешь и лишнюю влагу и стермухи передашь от флиска в куфере или вообще высохнешь Пришли, сняли куртку, потому что она промокла изнутри, она влагозащитная, она не дышит И надели в сухую, в теплую флиску и сейчас высохнем Потому что тело горячее, на улице холодно, вся влага, весь пар выйдет Он или во флиску впитается, или выйдет вообще наружу А куртка пока на дереве, она тоже горячая, она сейчас пока остынет, весь пар выйдет Ну пока чайку попьем минут 10 Видишь, это я поехал на велике, у меня сзади висел лобаун А я поехал по льву, по карьеру Вот ровно прям по краю карьеру и благополучно упал Свернул себе багажник Ну не критично, но просто Смял термос Представляешь какой силы удар был У меня Уп Уплёт Я сразу остановился, включил камеру и стою, жду пока следующий проедет Следующий едет и точно так же грохается А эти задержут все остальные Не, мы не поедем Это на шваку было, да? Нет, это я ехал на найдере на своем У меня 225 резина Но она, во-первых, была достаточно сильно накачана То есть, у меня звуки Ну а что-то А? Сколько раз это? Я не помню Ну, то есть, пальцами она почти не прожималась Ну, как бы Летом-то вообще накачиваешь Ну, где-то да Ну, где-то да Летом Ты накачиваешь совсем сильно А зимой немножко так Ну, она просто от мороза сдувается, круто говоря, сама То есть, вообще, регулировать не надо Так-то вообще, я весной один раз накачиваю Колеса И Всё До осени у меня потихонечку спускаются Зимой они сдуваются сами от мороза Я всю зиму не катаюсь И вот только первый год на фэйте, поэтому И перед каждым выездом На найне редко катаюсь И перед каждым выездом И на ноте Не, ну я слежу, чтобы была, там, там, сервис всегда подключаюсь Один-два раза нажму на ноте Пусть Ну, кажется, даже посидеть, чтобы все нормально все было Пусть 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 То есть, еще даже, даже половина нету Ну, тут, я не знаю, грамм Может, 50-70 я только выпил Пусть 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 Когда мороз начинает промораживаться, половина влаги испаряется, и он сам уплотняется, он или рыхлый становится совсем, либо на руку поседает, а сейчас он такой сыроватый, влажный. Все неделю, работаешь с утра до вечера, вообще не видишь, да, ничего там. Когда ты по месяцам ничего не видишь. Да, ты утром просыпаешься, темно, пришел на работу, там, универг, отсидел, вышел на тему. Вот эта самая дичь, у меня вот, я к турниру прошел, я прям просто ходил там по 6 марта, У меня всякой еще была, просто с утра ушел в 10 вечера, ты лет не будешь и суть не видишь горячего. Вот хотя бы раз нитировал, идти именно влез и физически размяться, нужна разминка. Неморально что-то. Неморально, да, тут воздух другой совершенно, ты дышишь, ты насыщаешь мозг из народов, просто легкие, сердце там, все ткани, направляются. Только меня, к сожалению, больше нету. Но пока хватает и велика, и пешки. Сейчас все время, да. Я вам надеюсь, плавится в этом году более, больше, чем на трассе, расскажем. То есть почетка. Мне прям плавится, да? Нет, сначала на тех же лодочках. То есть ты приехал, допустим. Сейчас морозишь ночью-то? Не-не-не, ты приехал медленно, например, выгрузился. А-а-а. Сел в лодочке, летом, когда тепло, когда падает температура воды, конечно, 25-20 раз. Ну, типа ночевать, то есть на земле? Да. А, ну, я-то думал, ты прямо на лодке лежишь. То есть ты плывешь на лодке, отдыхаешь, там, во всяком. Начинает темнеть, все, уже вечер, надо высадиться. Высадился, приготовил там костер, приготовил еду, поставил палатку. У тебя все, лодки идти, точнее, еще не надо на себе. Можно велик погрузить, да, нахожусь. Остановился, выгрузился. Переночевал. Утром же рано, в смысле, там, рано светает. В семь-восемь встал. Грузил с лодкой, опять в самом деле, плывешь, задыхаешь, отдыхаешь. То есть именно такой сплав в лайтовом режиме, то есть не грести, а просто плыть по течению. Конечно, хотел бы с Ташка. Но с Ташка, там, говорят, у меня четыре надо. А в другой стороне вспомни, ты что пыль? Как нас в берегу плывало? Ну, это вот. Это вот жесть. Надо ловить погоду. А так, а что погода-то? Тебе еще не пустоте пасть на берег. Ворота тебе вносят на берег. Вот в этом году вода была высокая. У нас вообще шикарно. Мы на середину выплывали. То есть просто руками даже гребешь. На середину выплывал. И все, и даже моста тебя отнесет. Тебе не прибивает никуда, ничего. Единственное, что... Фишка такая. Вот они сплавлялись. Мне в туалет захотелось. Я думал, я не буду про всех. Я отлыл к берегу. Я на маленькой лодочке. По-моему, на лодочке. Нет, на матрасе. На зеленом матрасе. Я отлыл к берегу. А они были на белом матрасе. Две лодки и большая лодка. Их течением несло просто. Я их не мог догнать. Я за ними час греб. Они там давно ржали. У нас тут есть пиво, а ты греби, короче. Я плываю. Я гребу со всей силы. Они ничего не делают. Я вот приближаюсь и все. Их опять, знаешь, этот поворотик излученный. Их просто... А меня к берегу. То есть, зависит от размера. Если ты маленький, тебя прибивают к берегу. А если ты большой объемный, ты все равно краем своей флотилии цепляешь течение. И если ветра нету, главное, я вот без ветра намывал. Сплавлялись ветра не было все три раза. Да, два раза в конце. Не было ветра так офигенно. Ну, так интересно, в этот раз был ветер, наверное. Тогда мышь парус тогда, помнишь? Вот это было, кстати, ощущение интересное. Тогда что было клево, что реально мы этот парус натягивали. Было очень здорово. Моя мать это ответила. Вот в этом году я хочу все-таки, знаешь, для старшка, может быть, на 3-4 дня. Либо хотя бы с медного, с ночевкой. Плюсы. Поступление. Не, ну у тебя же это все равно где-то в середине июля, когда будет вода горячая. У меня вот в этот момент поступление. Плюсы. 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 Ну понятно. Продолжение следует...